Мы, как всегда, делаем три дела одновременно, а именно проводим урок. Именно у нас занимаются люди по дополнительной программе спелеотуризм. И еще мы готовимся сейчас к Олимпиаде по ОБЖ. Сейчас для вас будет небольшой рассказ о том, что такое веревки, какие бывают узлы, как их применять. Ну и начнем. Я дам определение веревкам, какие они бывают. Что такое статическая веревка, что такое динамическая веревка, где и как они применяются. Веревку люди избрели очень давно. То есть, когда начали пахать землю, ловить рыбу, им понадобились веревки. И первые веревки, они были сделаны из природных материалов. Сейчас мы говорим о современных веревках. Современные веревки, они сделаны из материалов синтетических, это полимерные материалы. И они гораздо тоньше, чем веревки, сделаны из природных материалов и крепче. Так сколько держит веревка, ты знаешь? Расскажите, пожалуйста. Сколько держит веревка? Правильный вопрос. Не сколько она держит, а при какой нагрузке. То есть, если мы веревку нагружаем не одномоментно, большой нагрузкой, а постепенно ее, допустим, увеличиваем, или делаем это не быстро, это называется статическое нагружение. Грубо говоря, я привязал веревку к полу и начал тянуть. Допустим, я очень сильный, очень сильный, и могу эту веревку порвать. Вот она порвется при значениях около 22 килоньютонов. Это 2 тонны 200 килограмм усилия. То есть, на этой веревке можно поднять такой большой блок, который будет весить 2 тонны 200 килограмм. Машина весит, ну, в среднем полторы тонны. То есть, машину на такой веревке можно поднять вверх, как игрушечную. Но это если нагрузка будет расти плавно. Если же нагрузка будет расти резко, рывком, то веревку выдержит гораздо меньше. Сколько она может выдержать? Проводят испытания специальные, подвешивают груз, и этот груз бросается в высоте 1 метр. И на динамометре смотрят, сколько она выдержала. И это показывает в килоньютонах. Слышала о килоньютонах? Конечно. А вы слышали о килоньютонах? Да. Вот. И в килоньютонах показывает, сколько может веревка выдержать. Обычно, хорошее значение, это 8,4 килоньютона. 840 килограмм. Понятно? И в зависимости от того, сможет веревка выдержать нагрузку примерно такую, или не сможет она такую нагрузку выдержать, зависит ее качество. Я вот недавно был в магазине, купил вот такую веревку. Дайте, пожалуйста, вон тут черный инструмент сюда. Можешь подойти поближе и поснимать вот это. Сейчас об этом поговорим. Вот. Купил вот такую веревку. Эта веревка делается на специальных заводах. Это специальная альпинистская веревка. Она делается и продается вот такими бухтами. По 60, по 40. Вот эта веревка по 80 метров. Тут, смотрите, написано. Сингл роп. Вот это самое главное. Вообще, веревки бывают одна для техники лаза не с одной веревкой. Половинки бывают и веревки сдвоенные. Вот это одна. Это значит, что вот это, если написано сингл роп, это значит, что веревка наиболее крепкая из всех. Что у нее еще здесь есть? У нее здесь есть параметр, который указывает нагрузку, при которой она может прорваться. Динамическую. Вот. Она здесь указана. Для динамических веревок не указывает статическую нагрузку. Она для них избычно. И вот есть вот такая цифра. Эта цифра показывает, сколько рывков может выдержать эта веревка. Сколько рывков она может выдержать. И вот теперь прорывок. Что такое рывок? Как ты думаешь? Резкое какое-то движение. Резкое движение. У него есть, наверное, какой-то параметр, который нужно определять, чтобы понять, какая веревка лучше, какая веревка хуже. Ну вот. Допустим, имеем такую ситуацию. Вот человек. Он скаловаз. У него есть веревка. Он полез с этой веревкой наверх. Вот он полез с этой веревкой наверх. Сюда вот вылез. Здесь вот был с веревкой. И вот здесь вот встал. И дальше он стал лезть, закрепился вот здесь, закрепил вот здесь веревку. И стал от этой точки лезть наверх. Вот здесь земля, допустим, вылез он вот сюда, и здесь сорвался, сорвался и упал, и повис на веревке вот здесь. Получилось, что он упал вот с этой высоты и упал вот сюда. Как видишь, веревка у него получилась здесь какой длины? Одной длины, допустим, один. А здесь получается высота 1 плюс 1, и то получается высота 2. Выходит, что он упал с высоты в два раза больше, чем длина этой веревки. Понятно? И вот такую ситуацию называют фактор рывка 2, то есть когда высота в два раза больше длины той веревки, которую человек остановил. И вот как раз для такого фактора испытывают вот эти веревки. Вот эта цифра 7 означает, что эта веревка может выдержать 7 таких рывков. Понятно? То есть это относительно всей длины этой веревки идет этот расчет. Вот. И эта веревка называется динамическая, потому что она может остановить динамическую нагрузку. Понятно это? Да. Что влияет на... Может, ее откроем? Да. Можешь ее открыть? Я попробую. Не повредив. Давай я сам. Что влияет еще на то, какой рывок может выдержать веревка? Как ты думаешь? Может быть, ее длина и... Помимо ее длины и ее каких-то свойств, которые заложены при изготовлении. Ну, наверное, как именно ее используют? Ну, да. А как ее могут использовать? Хороший вопрос. Ну, допустим, веревка для лазания, она используется для лазания, да? Угу. Только лишь веревка используется во время лазания. Наверное, есть еще что-то? Да. Есть специальное оборудование. Оборудование, которое тоже используется для того, чтобы... Да, кстати, на любой веревке, хороший, есть вот такой паспорт, который показывает четкие параметры, связанные с тем, сколько у нее диаметр, какие она выдерживает нагрузки. Вот эти проценты, которые здесь есть, они показывают на 100, сколько под какой нагрузкой эта веревка может удлиниться. То есть веревка, она еще умеет вытягиваться, когда ее нагрузят. Вот. Ну, а теперь тогда про узлы и про то, что влияет на прочность веревки. Как я уже сказал, веревка лучше всего работает, когда она натянута. Или я не говорил об этом? Не говорили. Говорю. Веревка, она лучше всего работает, когда работает вот таким вот образом. То есть, когда идет нагрузка вдоль ее волокон. Если же веревка работает каким-то другим образом, она работает чуть хуже. Можешь вон то ведерко дать с подоконника, пожалуйста. Что я имею в виду? Вот если веревку вот так вот положить на какую-то поверхность и вот так вот нагрузить, она будет больше принимать нагрузку или меньше воспринимать нагрузку? Она станет прочнее или она станет менее прочнее? Прочнее. Почему? Потому что вдоль ее волокон. Нет, если сравнивать вот так и вот так. Менее прочее. Менее прочее. Потому что она изгибается? Да, вот она изгибается. И что с ней происходит? Что-то с ней происходит. Давай про другое. Вот, допустим, у меня есть ключ. Он не похож на веревку совсем, да? Не похож или похож на веревку? С какой стороны? Посмотри, с чем-то похож на веревку, чем-то не похож. Я вот начинаю, допустим, его ломать. Я его ломаю, ломаю. Представим, что я очень сильный. И я могу его сломать. В каком месте он начнет ломаться? Можешь показать? Я думаю, посередине. Он начнет ломаться, понятно, посередине, там, где я ломаю. Но в каком месте по сечению? Сверху или снизу? Сверху. Сверху. Почему? Потому что я его ломаю, и здесь слои, которые есть наверху, они начинают разрываться. А нижние в это время не нагружены. Вот те слои, которые наверху, на них нагрузка гораздо больше. И поэтому они быстрее рвутся. А потом постепенно уменьшает сечение, ключ ломается полностью. Вот с веревкой происходит точно то же самое. То есть, если она лежит на какой-то поверхности, на какой-то поверхности, и начинает вот таким образом нагружаться, то верхние слои больше нагружены, чем нижние. Понятно это? Да. Аналогии сна, да? Вот, соответственно, у нее пропадают ее прочностные свойства. Если радиус больше, вот допустим, вот так, вот так, ну и допустим, вот так. В каком случае у верешки минимальная потеря прочности? Думаю, во втором. Во втором? В этом? Смотри, какой маленький радиус. Угу. И какой радиус, допустим, вокруг головы? Как ты считаешь? В каком случае? Что? Вокруг головы. Вокруг головы. Почему? Потому что больше волокон единовременно работают. Только поэтому. И теперь про узлы. Любые узлы, они снижают прочность веревки. Они снижают прочность веревки, потому что происходит что? Вот, допустим, узел. Обычный проводник. Что происходит? Перекручивание веревки происходит. И вот в этих поворотах веревка работает хуже. Я же только что это объяснил. Понятно это? Вот. Соответственно, чем больше перекрутов таких, тем ее прочность ниже. И чем меньше радиус этих перекрутов. То есть, чем больше она изгибается, тем хуже работает веревка. Следовательно, узлы, они должны, должны быть сделаны таким образом, чтобы от этого это избежать как можно больше. Самый хороший узел, самый такой, который меньше всего убирает прочность веревки, называется стреми. Вот этот узел. Он чем хорош? Тем, что у него почти нету перегибов, перекрутов. И этот узел, допустим, применяется для того, чтобы что-нибудь к веревке подвязать. Показывал я вам сегодня этот узел, да? Да. Вам понравилось? Сможете его завязать? Давайте. Проходи сюда. Идем. И тебе тоже веревочку. На, на, на. Еще раз показываю, как вязать этот узел. Раз, два. Соединяете. Получается вот такая петелька. Она называется стреми. Ногу вставить, вот. То она держит. Раз, два. И соединяешь. Вот он получается. Раз. Да. И два. Раз и два. Вот так. А что он не работает? А что он у тебя развязался? Вот так вот развязался. Можно еще раз? Раз. Два. Соединил, получился узел. Я получился узел? Угу. А потому что это не я делала. Так вот? Сложно сказать. Вот смотрите. Ац. Я улыбаюсь. This is pen. This is pencil. И... Так. Так. Так, горизонтально возьми ее. Горизонтально. Раз. Два. Вот. И. На все плевать. Я знаю. Пусть и гора обожаешь. Знаешь, 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 знаешь. Улезь, ты потом знаешь. Знаешь. Ведь я в тебя влюбляюсь. Знаешь, знаешь, знаешь. Знаешь, знаешь, знаешь. Когда мы высоко. На горной круче. Намного.